Какая гадость это, ваша заливная рыба. Почему новогодний фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром» превратился для режиссера Эльдара Рязанова в личную драму? Если бы мне не было бы жалко телевизор, я бы в него выстрелял бы просто в это время. Кто тут, к примеру, в «Царик крайний»? Никого? Так я первый буду! Кто из известных актеров озвучил новогодний мультфильм «Падал прошлогодний снег» и почему его имени нет в титрах? Как становились звездами во времена легендарного ведущего «Голубого огонька» Игоря Кириллова? Ну как определялась популярность передачи, рейтинг, как теперь говорят, передачи. Если приходило сто мешков писем, значит передача состоялась. Все в порядке. Поздравляю вас. И кто сегодня формирует новогодний эфир? Бах! С Новым годом! В конце декабря 2007 года в столичных кинотеатрах состоялась самая неожиданная за последние 30 лет премьера «Ирония судьбы. Продолжение». Что ожидают зрителей от продолжения культового новогоднего фильма? Очень интересно посмотреть, как продолжение самой известной Оливье комедии. Но мне хочется праздника. И при просмотре я хочу ощутить этот праздник, но по-новому. Надежда Васильевна, разрешите представиться. Константин Евгеньевич. Лукашин. Некоторые зрители хотели бы сыграть в новой версии фильма. К сожалению, я не была на пробах у Бекмамбетова. Я бы отлично вписалась в эту когорту актеров. Поверьте, сделала бы такую прическу. Какая женщина. Вы тоже очень красивая. Существовало 47 вариантов сценария и 3 совсем разных финала. Съемки проходили в Праге, в атмосфере абсолютной секретности. По количеству спецэффектов, фильм превзошел предыдущие достижения российского кинематографа. Но, как оказалось, не все зрители ожидают от продолжения положительных эмоций. Подождите, а? Где церковь-то? Я от продолжения жду кошмарного ужаса. Аттракционно невиданной пошлости. В морозу аппарата. На самом деле пугает тот факт, что это начинание не одобрил сам Рязанов. Ой, извините. Прилетели? Прилетели. В 1994 году, когда жизнь была трудной, продали право экранизации. Фильм «Ирония судьбы» с легким паром. И все. Поэтому это мог делать любой режиссер, который находил деньги, который находил продюсера, сценариста и так далее. Меня очень просили несколько раз, чтобы я это делал. Но я не хотел этого делать. Я спросил у Ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. В ноябре Эльдару Александровичу Рязанову, режиссеру и соавтору сценария «Иронии судьбы», исполнилось 80 лет. Юбилей отпраздновали довольно скромно в уютной атмосфере московского киноклуба «Эльдар». Рязанов всегда избегал чрезмерного внимания прессы и шумихи вокруг своей персоны. Так что на празднование были приглашены только ближайшие друзья юбиляра. И Новый год он собирается встречать с близкими людьми. Ну, вы знаете, я люблю встречать дома, естественно, когда там телевизор работает. Но там показывают такую билиберду, что смотреть невозможно. Уже много лет одни и те же люди на всех каналах кривляются, стараются перекривлять друг друга. Думаю, что это очень смешно. Это все чудовищно, безвкусно, пошло. Если бы мне не было бы жалко телевизора, я бы в него выстрелял бы просто в это время. 60 лет своей жизни Рязанов посвятил кинематографу. Я ведь вырос на вашей жизни в кавказской пленнице. Немино, Примёс-Потёмкин, наша классика. Вы не льстите. Да нет, ну вот ни капельки. Это наш золотой фонд. Зрители его знают в основном как режиссера комедийных лент. Но никто даже не догадывается, что в своё время Рязанов просто ненавидел комедийный жанр. Мало того, он вообще не собирался заниматься режиссурой. Но по иронии судьбы, одна карнавальная ночь навсегда изменила его жизнь. В советском кинематографе комедии считались второстепенным жанром. Относились к ним пренебрежительно. Известные мастера кинематографа в то время предпочитали экранизацию классики или идеологически правильные пропагандистские ленты, за которые могли наградить государственными премиями и почётными званиями. Именно поэтому, получив госзаказ на очередную комедию, директор Мосфильма Иван Пырьев поручает постановку никому неизвестному режиссёру по имени Эльдар Рязанов. Дело в том, что я перед этим снимал там фильм-концерт такой, фильм-ревью о самодеятельности трудовых резервов. И Пырьев приходил за декорацию вечером, когда я там работал. Я не знал про это. И у него сложилось впечатление, что я умею работать с фонограммой, с музыкой и делать какие-то концертные номера. Но это он себе вдолбил в голову, что я, значит, должен это делать. Ну, в общем, вот, пришлось как бы делать. В юности Рязанов мечтал стать известным мореплавателем и даже подал документы в Одесское мореходное училище. Ожидая ответа, он ради смеха попробовал поступить на режиссёрский факультет в ГИКО. И это ему удалось с первой же попытки. После института Рязанов 7 лет проработал режиссёром-документалистом на советских хрониках, пока его не заметило руководство Мосфильма. Ну, я не хотел работать в комедитном жанре, я четыре раза отказывался, пока этот фильм писался, там сценарий запускался в производство, как начинали там что-то. Я отказывался, но Перев стоял железно. Подберите серьёзный репертуар. Так началась работа над первой новогодней советской комедией под названием «Карнавальная ночь». Работа над фильмом растянулась на целых два года. Для Рязанова, которому недавно исполнилось 28 лет, съёмки фильма стали настоящим испытанием и превратились в сплошную каторгу. Рязанов поначалу делал много режиссёрских ошибок. Сцены приходилось переснимать по нескольку раз. Очень быстро возник перерасход плёнки, нарушились сроки сдачи картины. Смета фильма росла с каждым днём. Профессиональная съёмочная группа не воспринимала режиссёра серьёзно. На Рязанова писали доносы, в которых жаловались на неопытность и безграмотность молодого режиссёра. Неожиданно пришлось менять исполнительницу главной роли. Я сначала была там девушкой самодеятельности, Людмила Косяна. У неё была очень хорошая проба, её утвердил худсовет единогласно. Но я через дня три понял, что актриса всё, что умела, она на пробе сделала. И пришёл к Пырьеву. А у Пырьева за это время побывала Людмила Марковна, и очень ему понравилось. Он говорит, давай возьмём Гурченко. Я говорю, ну давайте. И мы попробовали, так сказать, уже снимать Гурченко. И понеслась, понеслась, понеслась. Пять минут решают люди иногда. Не жениться ни за что и никогда. Тем временем в газете «Советская культура» появляется разгромная статья, в которой подробно описывается, как бесталанный режиссёр снимает на Мосфильме бездарный фильм. В итоге руководство созывает специальное заседание, на котором просматривает весь отснятый Рязановым материал. Переговор комиссии единогласный. Фильм предлагают снять с производства или хотя бы заменить режиссёра на более опытного профессионала. И только Иван Пырьев верил в талант режиссёра. Ему удалось отстоять Рязанова, и комиссия разрешила ему завершить съёмки фильма. Только для того, чтобы как можно быстрее о нём забыть. Часы 12 бьют! Накануне Нового года наконец-то наступил долгожданный день премьеры. Я нашла повсеместно по всей стране, на Дальнем Востоке, в Сибири, на Украине, в Средней Азии, в Прибалтике, везде. 3000 копий. Вы себе даже не представляете, сейчас таких тиражей не бывает даже, в три раза меньше не бывает. Результат превзошёл все ожидания. Ошеломляющий успех картины оказался абсолютной неожиданностью для актёров, для Пырьева и в первую очередь для самого Эльдара Рязанова. Это всё случайность, да. Вообще, понимаете, новогодний праздник, это был единственный праздник в Советском Союзе, не идеологический. Фильм стал лидером проката 1956 года. Он открыл миру талантливую актрису Людмилу Гурченко и зарекомендовал самого Рязанова как опытного режиссёра. Однако у внезапной славы оказалось две стороны. Так, ну всё же, товарищи, коллектив большой, народ квалифицированный, работа проделана большая, у меня личных сомнений нет, это дело так не пойдёт. Со времён «Карнавальной ночи» имя Рязанова навсегда связали с комедиями. Один за другим ему начинают предлагать сценарии весёлых фильмов. Но Рязанов больше не хочет возвращаться к комедии. Вместо этого он изобретает свой жанр. Удивительную смесь лирической траги комедии и острой социальной сатиры. Какая цветушка получается? Фильмы Рязанова неоднократно изымают из проката. Запрещают. На долгие годы кладут на полку. Неутешительная критика последовала и на фильм «Зигзаг удачи», ещё одну ленту, действие которой происходит накануне Нового года. Помолчи. Где тут у вас собрание-то? Все фильмы, которые снимал Рязанов, по популярности не могли приблизиться к успеху «Карнавальной ночи». Целых 20 лет ленту непременно показывали в предновогодние дни, пока эстафету не переняла ирония судьбы. Со мною вот что происходит. Нам нужно на аэродром. Зачем? Кто-то из нас летит в Ленинград. Ко мне мой старый друг не ходит. Судьба фильма полностью повторила историю «Карнавальной ночи». 1 января 1976 года фильм показали по телевидению. За один вечер его посмотрели более 100 миллионов зрителей. На телестудию начали поступать сотни тысяч телеграмм и писем с просьбой повторить трансляцию. Фильм получает государственную кинематографическую премию СССР. До сих пор успех фильма остаётся загадкой как для критиков, так и для самого режиссёра. Смотрите далее. Кто тут, к примеру, в «Царик Райний»? Никого? Так я первый буду! Кто из известных актёров озвучил новогодний мультфильм «Падал прошлогодний снег»? И почему его имени нет в титрах? Как становились звёздами во времена легендарного ведущего «Голубого огонька» Игоря Кириллова? Ну, как определялась популярность передачи? Рейтинг, как теперь говорят, передачи. Если приходило 100 мешков писем, значит передача состоялась. Всё в порядке. Поздравляю вас. И кто сегодня формирует новогодний эфир? Бах! С Новым годом! Ну, во-первых, этот фильм даёт надежду как мужчине, так и женщине, что в их жизни может произойти чудо, что может встретиться там для мужчины какая-то замечательная женщина, и может прийти любовь. А для женщины, что вот такой принц может появиться, и тоже может прийти любовь. Это во-первых. Во-вторых, я думаю, что там была очень хорошая музыка, хорошая песня, хорошие стихи были, которые я выбирал. Я спросил у Ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у Тополя, где моя любимая? Тополь забросал меня. Народная любовь к иронии судьбы безгранична. На праздновании 30-летнего юбилея фильма на подъезде дома, в котором проходили съёмки, открыли памятную мемориальную табличку. В тот же вечер её украли поклонники творчества Эльдара Рязанова. Это просто рутинное мышление зрителя. Они повесили на мне это рутинное клеймо, потому что я сделал там три картины, десять, которые происходят на погоне ночи. Но я, кроме этого, сделал ещё много чего там более интересного, более важного и очень разнообразного. Но как бы ни относился Эльдар Рязанов к своей славе, кто знает, может, через несколько лет непревзойдённый новогодний шедевр «Ирония судьбы» или «С лёгким паром» получит ещё одно продолжение. Хочется лёгкого, светлого, нежного, раннего, хрупкого и пусто-порожнего и безрассудного, и безмятежного, и опрочезабытого и невозможного. А я и в цари записаться могу. Да! Кто тут... Кто тут, к примеру, в царе крайний? Никого? Так я первый буду! Этот голос известен всем. Кому он принадлежит, многие даже не догадываются. Ой, стукается! Тера, царь! Сегодня царь! Каждый день всё царь, да царь! Маловато! Мне выпало счастье в моей жизни работать с великим, выдающимся, киянином, сани татарским. И самый большой комплимент в моей жизни, это, знаете, когда мне говорят, я достаточно много ролей сыграл. И самый большой комплимент в моей жизни, когда мне говорят вот об этом мультфильме, вот вы озвучили. Жил-то был Орёл-мужчина! Сначала планировалось, что озвучивать мультфильм будут совсем другие актёры. Правда, он не выговаривал некоторые буквы и цифры. Для меня ещё, правда, Ахиджакова мультфильм озвучивала, но что-то такое не срослось с ним с Нодой. Сначала предложили Нонне Мордяковой озвучить за автора. Мужиком всё время, с самого начала был я. Нона Мордякова сказала, ну что, я дура, что ли, будет какой-то такой о цехе много работать не хочу. Сразу по-какренски сказала. Домолкни, зануда! А Ли Хиджакова дала, и Лиах что-то не очень, что-то не знаю, не знаю, в чём дело, не срослось. Но потом мне предложили переозвучить Лиев, и я озвучил. Ничего не понимаю! Имя Станислава Садальского в титрах мультфильма не значится. И это не ошибка режиссёра. Актёр просто не прошёл сквозь сито советской цензуры. У вас чё дома? Мультфильм «Падал прошлогодний снег» с самого начала преследовали неприятности. Невинную пластилиновую историю о том, как мужик в лес за ёлкой ходил, люто возненавидела тогдашняя власть. В абсурдном стиле рассказа советские цензоры усмотрели зашифрованные послания иностранным спецслужбам. Нет, нет, и его! Не, нет! Во какие! Шшш! Маловато, говорю! Маловато будет! Фразы, которые позже станут народными, режиссёру Александру Татарскому приходится отстаивать со скандалом. На сдаче фильма выносят приговор публичную демонстрацию запретить. А всё-таки жалко его. Неужели на том и конец? Отменить вердикт можно было только одним способом полностью перемонтировать и переозвучить фильм. Конец, конец! Концы буду! И Татарский вынужден пойти на это. Так, из окончательного варианта мультфильма исчезла почти треть материала. А где она? А где она? Где она, говорю? Вот вроде домик стоял. Но на этом неприятности не закончились. Премьеру мультфильма планировали устроить накануне Нового года. Но неожиданно Станислав Садальский оказывается под прицелом спецслужб. Садальского задерживают в номере гостиницы «Космос» в обществе подозрительной гражданки иностранного происхождения. В стороне «Космос» меня задержали. И отправили письмо, донос на меня первому секретарю. Не первому секретарю, а был председатель гостелерадио «Лапин». Сказали, вот Садальский гуляет с иностранцами. И меня убрали из титров. Палочка! Выручалочка! Иди сюда! Обвинение в аморальных отношениях с иностранцами было довольно суровым в те времена. И поэтому Станислава Садальского не только вырезали из титров, но и отлучили от ролей в театре. И приказали срочно снять со съемок в нескольких фильмах. Впрочем, вскоре спецслужбы тщательнее разобрались с ситуацией и выяснилось, что они несколько погорячились в своих выводах. Там и бабушка была в это время приезжала, сестра моя бабушка из Германии приезжала. Это действительно было. И была там целая группа и была иностранцев, и бабушка была. Там всех приклеили. Именно так. В тот злополучный вечер к Станиславу Садальскому приезжали дальние родственники из Германии. Когда спецслужбы убедились в абсолютной невиновности Садальского, что-то исправлять было уже поздно. Копии мультфильма с вырезанными титрами разошлись по всем кинотеатрам. Премьера на телевидении состоялась тоже без имени актера. Ну, это я уже видел. Кроме того, спецслужбы Советского Союза не привыкли ни извиняться, ни исправлять свои ошибки. Никогда ни о чем не жалейте. Не о проживших днях, а о прошедшей любви. Я живу в будущем, я не живу в прошлом. Я для меня, ну, вот сидеть, да, меня вырезали. Вырезали, какое несчастье, боже мой. Ну, вырезали, вырезали, Бог с ним. В другом месте вырезали. Народ, в принципе, все равно, все равно народ рано или поздно все равно знает. Александр Татарский ушел из жизни, но его талантливые фильмы продолжают жить и до сих пор удивляют зрителей. Как взрослых, так и детей. И это делалось не за хрощи. Это делалось для сердца по любви. И то, что делается по любви, все равно дорогу к сердцу зрителя найдет. Все, что делается по любви. Деда Мороза придумал знаменитый детский писатель Самуил Маршак. Он же позже написал и известную сказку «12 месяцев», по которой в 1972 году был снят первый фильм «Сказка для детей». Экранизация новогодней сказки кардинально изменила жизнь двух главных героинь этого фильма Натальи Поповой и Лианы Жвани. Помиловать, казнить. Напишу «казнить» это короче. Как и в фильме, в жизни они абсолютно разные. Лиана – авантюристка. Наталья – сентиментальная мечтательница. Ну, говори скорее, где подснежники. Раз. Два. Однако отличия в характере не помешали девушкам подружиться еще во время учебы в Ленинградском театральном институте. На сдаче дипломного спектакля молодых актрис заметили и пригласили пройти пробы для новогодней сказки на Ленфильме. Когда я думала, что меня возьмут актрисы, я всегда была полненькая, с детских лет. И как-то думала, ну, какая я актриса, ну как. Помню только вот этот лист огромный с большим количеством фотографий девушек. Я была там не самая лучшая. Несмотря на все сомнения относительно своей внешности, девушек сразу же утверждают на главной роли падчерицы и королевы. Граник Анатолий, режиссер, увидел нас, посмотрел наши фотографии, сказал, что мы им очень нравимся. Пришел, посмотрел тоже на спектакль и сразу без какого-либо конкурса нас утвердил. Вопрос, кому из них быть королевой, а кому падчерицей, перед режиссером Анатолием Граником не стоял. Это меня рассматривали именно как падчерица. Лиану же выбрали королевой. Собственно, девушки играли самих себя. Тяжело делать грим все время, вот этот парик с косичками. Я уже боялась, что я облысею после этих съемок. Гордячка королева Жвания была недовольна тем, как проходили съемки. Съемки происходили в павильоне, а, как помните, там был снег, зима, сугробы. И вот мы должны были изображать жуткий, значит, холод, да. А гримеры сзади подбегали все время, давайте мы вам пот вытрем, попудрим, потому что все были мокрые от софитов, от жары жуткой. Еще снег падал. Я там что-то говорю, а мне снежинки залетают в рот, я их глотаю, они же из бумаги, вот такие снежинки из бумаги. Я их глотаю, поперхнулась один раз там, чуть не подавилась этими снежинками. А вот послушная, стеснительная подчерица Наталья чувствовала себя на съемочной площадке, как в настоящей сказке. Сказочная атмосфера была, и было очень приятно работать с большими мастерами. И вот события, происходящие на съемочной площадке, начинают развиваться очень странным, почти мистическим образом. В будущем они повлияют на жизнь главных героинь. Седой, почти лысый, в очках, смешной человек, очень похожий на своего папу. Представляется, я, сын Маршака, очень скромненько, пожал мне руку, я в восторге от первых проб, он посмотрел уже какие-то первые, были уже пробы, съемочные дни, я в восторге, вы именно та королева, о которой писал мой отец. Сын автора новогодней сказки Самуила Маршака, Эммануил, работавший на картине консультантом, увлекся королевой Ильяной. В это время с Натальей также происходят довольно странные вещи. Когда режиссер Анатолий Граник показал девушке две фотографии разных актеров, Наталья и не догадывалась, что именно она выбирает в этот момент. Я сказал, ну, Наташа, выбирай, какой, вот этот или этот. На одной фотографии был молодой человек с голубыми глазами, белыми волосами, ну, совершеннейший лель. А на второй был, ну, так, человек нормальный, но очень хорошая улыбка в него была. Ну, я, конечно, выбрала того, который был похож на леля. А Анатолий Михайлович мне сказал, ничего ты не понимаешь, будет этот. Ну, этот, так, этот. Разбегайтесь ручьи, растекайтесь лужи, вылезайте муравьи после зимней стужи. Парнем с хорошей улыбкой оказался артист театра, оперы и балета имени Кирова Алексей, который сразу же был утвержден режиссером на роль месяца апреля. Встретились мы только во второй серии. Видите, он мне не понравился, потому что он безграмотный был. Он балетный танцовщик. И, естественно, у него немножко другие навыки, очень театральные, и мне, оказывалось, невероятно фальшивые. Прислала меня мачеха за подснежниками. Слышишь, братец, за подснежниками? Значит, твоя гостья. Принимай! Но через некоторое время, встретившись с апрелем на съемочной площадке, Наталья неожиданно для себя влюбляется в него. Когда мы встретились на площадке, тут я пропала, честно говорю. Ты гори, костер гори, Смолы вешние вари, Пусть из нашего котла По стволам пойдет смола. Тем временем в Лиану Жванию все больше влюбляется младший маршак. Проникся ко мне нежным чувством, граничащим просто с какой-то влюбленностью. Он посвящал мне стихи. Лиана, жена его ухаживания, отвечает, как и ее сказочный персонаж, отказом. Мы что, сговорились все апрель на апрель? Слушать я этого больше не хочу! Королева хочет видеть рядом кого-то более достойного ее величества. Он был старше меня, я была молода и влюблена в своего будущего мужа, и мы с ним не, так сказать, не все. Королева отказала Эммануилу, а тем временем Алексей, исполнявший роль апреля, начал обращать внимание на падчерицу Наталью. Ну, я все так сидела скромно, а он крутил фуэйте передо мной. Ну, пока готовят кадры, он крутится, крутится. Боялся навык потерять, вероятно. Романтические отношения постепенно превращаются в настоящую любовь. Дружили, ходили за ручку, мы другое немножко поколение были люди. Но было уже ясно, мне кажется, что мы не расстанемся. Это так вот как-то так уж бабахнуло и все, и на всю жизнь. События, разворачивавшиеся на съемочной площадке новогодней сказки, повлияли на дальнейшую жизнь Лианы и Натальи. Даже слова месяца апреля оказалось имели пророческий смысл. Вот он мне там дарит колечко в фильме. Ты катись, катись, мое колечко. Вот, и говорит, что он вот как увидел, так уж век бы и не расставался. Ну, и вот так и получилось на самом деле. Если случится беда, брось его на землю, в воду или в снежный сугроб. И скажи, ты катись, катись, колечко, на весеннее крылечко, в летний осенний, в теремок осенний, да по зимнему ковру, к новогоднему костру. Мы и перейдем к тебе на выручку. После завершения работы над фильмом Алексей и Наталья поженились. Известные режиссеры заметили молодую актрису в ее первой роли падчерицы. Они предлагают сниматься. Непривередливая Попова с радостью соглашается. Предложения поступают одно за другим. Наталья задействована как в кино, так и в театре. Ее же подруга Леана Жвания с присущей королеве придирчивостью отказывается от заманчивых предложений великих режиссеров. Это была роль девушки-маляра, которая приезжает из глубинки красить стены в большом городе. И там какая-то общежитие, пьянь какая-то. Я говорю, спасибо, но этот сценарий мне не подходит. Отказалась от работы с великой женщиной-режиссером Кирой Муратовой. Танцуйте! Танцуйте! Королевские амбиции и жвания привели не только к отсутствию работы в кино. Они разрушают личную жизнь Леаны. Ее муж настаивал, чтобы Леана не отказывалась от предложенных ролей в кино ради театра. Я сказала, Леша, сказала я, не решай за меня, пожалуйста, кем мне быть. У меня не было работы, не было денег в нашей молодой семье. Ты же будешь богатой, знаменитой. Я сказала, Леша, а я хочу быть актрисой театра. Из меня, пожалуйста, не решай мою судьбу. Не убедив упрямую Леану, муж отправляется в Германию, бросив жванию с маленькой дочерью. В это время в семье Натальи и Поповой подрастает сын Илья, которому родители решили показать сказку 12 месяцев. Помню, как мы показали впервые этот фильм сыну, и он сидел тихо на подушечке, он был еще маленький такой, смотрел, все смотрел. Там же две серии вообще, никуда не встал, не отошел, все смотрел. И потом дедушка его спросил, ну что, Илья, ты папу-то с мамой узнал? Да всех я узнал. Пошел играть. Если в семье бывшей падчерицы и месяца апреля все обстоит хорошо, то для Леаны Жвани и матери-одиночки наступает период переосмысления своего отношения к жизни. Как в финале сказки 12 месяцев свое поведение меняет ее героиня королева. Кажется, я поняла. Подвези нас, пожалуйста. Мы очень замерзли. И вот моя героиня тоже прошла такой путь от такого, в общем-то, капризного, от капризной самости такой, когда она была пуп земли в своем восприятии, она пришла к открытию того, что она не одна, что есть другие люди, что их нужно любить, нужно помогать, их нужно щадить, их нужно понимать и нужно еще доказать, что ты имеешь право быть человеком. Лиана, переписываясь с Эммануилом Маршаком, пытается восстановить отношения, но он вскоре умирает. Я вырезала некролог, да, вот, а его смерть, с грустью я об этом узнала случайно, он болел, я знала, что он болел, но он скоропостижно скончался, я даже не смогла попрощаться, приехать к его гробу. Это страшное событие сильно повлияло на переоценку ценностей в жизни актрисы. Лиана смиренно воспринимает последовавшую череду потерь, не теряя надежды на сказочное чудо, ожидающее в будущем. У меня прекрасная дочь, вот это моя гордость, у меня мама прекрасная, которая сейчас немножко приболела, вот, папа умер, брат умер, вот такая моя семья. Я все равно очень счастлива, я верю в то, что подснежники бывают зимой. Подруга Лианы Наталья, с которой они до сих пор дружат, также продолжает верить в сказку. Ну, эта сказка, она так как-то сопровождала меня всю жизнь. Вот это вот мы с Андрюшей уже 33 года как женаты. И уже сыну 30 лет, боже мой. Так что у нас вот такой подснежничек получился. Всю жизнь верю в какое-то чудо. что вот есть этому чуду место в жизни человека. Только нужно не проглядеть, а если уж оно вот тебе даровано, то поберечь. Смотрите далее. Как становились звездами во времена легендарного ведущего «Голубого огонька» Игоря Кириллова. Ну, как определялась популярность передачи, рейтинг, как теперь говорят, передачи. Если приходило сто мешков писем, значит передача состоялась. Все в порядке. Поздравляю вас. И кто сегодня формирует новогодний эфир? Бах! С Новым Годом! Программа «Голубой огонек» является одним из непременных атрибутов празднования Нового Года в течение более чем сорока лет. Но первые выпуски «Огоньков» были совсем не новогодними. Выходили они каждую субботу и назывались «Наш клуб». Нового высшее начальство укорило руководство телевидения, что это такой «Наш клуб», это что-то буржуазное. Название получило такое «На голубой огонек». Но потом упростили название, оно стало просто «Голубым огоньком». И нас с Анной Николаевной Шиловой, моей многолетней многолетней партнершей, царствие небесное, замечательная была партнерша моя и друг мой большой. И вот мы с ней стали ведущими этих первых «Голубых огоньков». Однажды попав в «Голубой огонек», неизвестный исполнитель уже утром после выхода программы «Просыпался звездой». «Голубой огонек» был настоящим праздником для огромного количества зрителей, потому что именно они определяли успех программы. Ну как определялась популярность передачи, рейтинг, как теперь говорят, передачи. Если приходило сто мешков писем, значит передача состоялась, все в порядке, поздравляем вас. А если десять мешков писем, то говорили «Ребята, или меняйте что-то, или мы снимаем эту передачу с эфира». Вот так было. Такое активное участие зрителей и огромная популярность «Голубого огонька» наталкивают руководство музыкальной редакции на создание новой программы «Песня года», которая планируется как музыкальный конкурс в течение года с подведением итогов 2 января. Главная идея – лауреатов должны выбирать исключительно зрителей. Ведущими программы становятся Игорь Кириллов и Анна Шилова. Телевизионный фестиваль «Песня 71» объявляется открытым. Программу, которая выходила 2 января и определяла самые популярные «Песни года», зрители восприняли на уран, потому что им была отведена значительная роль в ее создании. Именно зрители выбирали участников «Песни года». Это свадьба, свадьба, свадьба пела и в лесу Это действительно была всенародная передача, всенародная программа, потому что по просьбам, по желанию зрителей награждались те песни, которые пел весь народ. И первые пять лет это исключительное было такое явление, вы знаете, когда приходило не только сто мешков писем, еще больше. Такая схема отбора лауреатов продолжалась недолго. К сожалению, все чаще участников назначают руководители программы. Когда уже, ну так, между нами говоря, стали назначаться лауреаты и песни, то мы с Анной Николаевной решили отойти от этого дела. Может быть, это неправильно сделали, потому что как-то вот хорошо очень относился с доверием к нам народ, что мы действительно его любимые песни представляем на этом празднике. Поняв, что программа утратила первоначальный замысел, Кириллов покидает ее. В песне года много раз менялись ведущие, пока руководство не остановилось на Ангелине Вовк и Евгении Меньшове. Сегодня эту программу ведет прима советской эстрады Алла Пугачева. Теперь программа «Песня года» уже совсем не похожа на своих предшественников. К сожалению, лауреатов теперь выбирают не зрителей. В общем, эта программа и до сих пор она живет и существует. Сейчас уже другое время, другие песни и другие исполнители. Но каждая эпоха рождает, естественно, свои песни и свои стихи. Игорь Кириллов еще долго оставался ведущим легендарного «Голубого огонька». Но в конце 90-х программу вытеснили новогодние мюзиклы. Первым на украинском телевидении стали «Вечера на хуторе Близди Каньки» режиссера Семена Горова. Желаю зрителям СТБ больше улыбок, радости, меньше думать о проблемах, больше смотреть вперед, меньше возвращаться в прошлое и видеть в будущем себя сильными, богатыми и счастливыми. С Новым годом! Это шампанское. Вы знаете, я с удовольствием поздравлю жителей Украины с Новым годом и хочу пожелать в Украине процветания, благоденствия, чтобы люди были здоровы, чтобы люди были счастливы. Поэтому я поднимаю тост за украинский народ и желаю ему процветания и счастья. хочу вам пожелать вот этой веры чудеса, чтобы она у вас, эта вера всегда была внутри и помогает жить. Счастья и здоровья, чтобы ваша работа была не слишком тяжелой и любимой, чтобы ваши близкие вас понимали, и чтобы вера в чудо никогда вас не покидала. Дорогие телезрители СТБ, я очень рад воспользоваться возможностью и от всего сердца, от всей души пожелать вам всего самого-самого доброго в наступающем новом 2008 году. Я хочу пожелать вам доброго здоровья, хорошего настроения, оптимизма, веры в лучшее будущее. С новым 2008 годом, дорогие друзья! Наш канал и программа «Звездная жизнь» поздравляет всех зрителей с наступающим Новым годом и желает здоровья, счастья и новых встреч в Новом году! Новым годом!